Аким Шимкента, Мурат Айтенов выступил с обращением к жителям мегаполиса. Он рассказал о том, что предпринимают власти города, чтобы не допустить распространения коронавируса. В Шимкенте зарегистрированы случаи заражения опасной инфекцией. Сейчас больные изолированы и получают лечение. В карантине находятся и контактные с ними люди. В целях безопасности на въезде в город установили 12 санитарных постов. Подробнее в следующем материале. На всех дорогах, ведущей в третий мегаполис страны, появились полицейские санитарные посты с бригадой врачей. Они измеряют температуру тела у водителей и пассажиров. Аким Шимкента, Мурат Айтенов выступил с обращением к жителям города. Глава мегаполиса сообщил, что на контроле железнодорожный вокзал и аэропорт. На рынках, в автобусах и в общественных местах дезинфекционные работы проводятся два раза в день. День более 100 тысяч медицинских масок поставляются в аптеки и рынки города. Кроме того, предприятие в индустриальной зоне Уорда-Басе, выпускающее антисептическую продукцию, выпускает 4 тонны дезинфицирующей продукции в день. В целях безопасности все учебные заведения в Шимкенте перешли на дистанционное обучение. С сегодняшнего дня закрыты детские сады. Тойханы больше не принимают гостей. А работу кафе и ресторанов ограничили во времени. Приостановлена работа автовокзалов. На сегодняшний день для стабильного поддержания цен на 19 наиболее востребованных видов продовольствия предусмотрено порядка 3 миллиардов тенге. В Шимкенте достаточный запас продуктов питания. Цены под контролем. Поэтому для беспокойства нет никаких оснований. Мурат Айтенов отметил, что сейчас нет оснований вводить карантин. По крайней мере, пока. Он призвал жителей в первую очередь подумать о здоровье и соблюдать все рекомендации санитарных врачей. Катерина Попкова, Шимкент, Хабар, 24.